Еврофутболь. Еврофутболь к чему приведет российский провал в Еврокубках. 1. Газета «Коммерсант» номер 233 от 18 декабря 2019 года, СТР. 12 в этом году российский клубный футбол пережил, возможно, главный Еврокубковый провал в своей истории. До плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы не добрался ни один отечественный клуб, а Россия потеряла шестую позицию в таблице коэффициентов Союза Европейских футбольных ассоциаций «Юэйфа», что означает довольно существенное сокращение в 2021 году ее представительства в Еврокубках. Катастрофа совпала с пятилетием обвала курса рубля. И случившееся в декабре 2014 года, кажется, имеет самое прямое отношение к тому, что случилось в декабре 2019. В начале этой недели состоялась жеребьевка стартовых раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. А в списке примечательных ее моментов значилось отсутствие среди почти полусотни 48 клубов, которые дожидались распределения по парам хотя бы одного российского. «Арсенал» со «Спартаком» сошли еще на стадии квалификации к Лиге Европы. «Зенит» с «Локомотивом» попрощались с Еврокубками, заняв четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов. А «Краснодар» с «ЦСК», которые в отличие от «Арсенала» со «Спартаком» на групповой стадии Лиги Европы выступили, не смогли занять первое или второе место в своих квартетах. Трактовка итогов этой Еврокубковой кампании вряд ли предполагает обилие вариантов и оттенков. Особенно с учетом того, что ее не выйдет оправдать возникающим иногда в футболе диссонансом между состоянием клуба, когда он выигрывал Еврокубковую путевку, и состоянием, в котором он находится через несколько месяцев, уже пользуясь путевкой. Кризис исключительно «Спартаковская» тема. «Зенит» уверенно возглавляет гонку за золотом чемпионата России, а «Краснодар», «Локомотив», «ЦСК» и «Арсенал» идут в его кальватере. Все в топ-шестерке. Все, если судить исключительно по внутреннему первенству, более или менее в порядке. Так что это слишком бесспорный провал, крах, градус которого несложно измерить. Весеннюю часть Еврокубков российские клубы не пропускали 18 лет. А набранные ими очки, поделенные на всех, принесли России 4,666 баллов за счет таблицы коэффициентов. Иуэйфа. За текущий сезон. Так мало она не набирала практически столько же лет, сколько не пропускала Еврокубковую весну с 2004 года. А еще надо знать, что в основанном на коэффициентах. Иуэйфа. Рейтинги нынешнего сезона Россию с ее мизерным урожаем опережают 14 стран. И среди них, помимо большой пятерки Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, еще такие страны, на которых российские болельщики успели привыкнуть посматривать чуть ли не как на футбольных карликов, Шотландия, Румыния и даже Кипр. А у провала есть вполне практические и очень серьезные последствия. Таблица коэффициентов Юэйфа, суммируя баллы за пять сезонов, определяет представительство страны в Еврокубках. Россия до этой кампании занимала в ней шестую строчку. И она обеспечивала ей представительство, очень близкое к тому, что имеют континентальные лидеры. Российская катастрофа позволила снова взобраться на шестую строчку португальцам. При этом в следующем сезоне вернуть ее явно не суждено даже при удачном раскладе. Португалия уже опережает Россию на три с лишним балла, а в одном шестнадцати финала Лиги Европы она делегировала четыре клуба. Жеребьевка получилась для ее клубов не то чтобы сказочно благоприятной. Спортинг сыграет с турецким Истанбул Башак Шихером, Брага со шотландским Глазгарейнджерц, Бенфика с украинским Шахтером, а Порту с немецким Байером, но нет такой пары, в которой португальская команда является стопроцентным аутсайдером. Вероятность того, что кто-то пройдет дальше, велика, как и вероятность того, что к излету весны 2020 года отрыв увеличится до размеров уже огромных. Скорее тем, кого интересует позиция России в изобретенной, и Уэйфе, таблицы, необходимо следить за идущими восьмыми бельгийцами они не так уж далеко. В любом случае в розыгрыше, открывающемся в 2021 году, у России из-за перемещения на строчку вниз будет уже другая, куда менее привлекательная квота. В нынешнем сезоне четырем ее клубам было гарантировано участие в групповых стадиях Еврокубков, двум по обеспечивающей даже при скверных результатах грандиозные поступления, более 30 миллионов, Лиги чемпионов. В 2021 году на такие бонусы точно сможет рассчитывать лишь один клуб, а еще одному предстоит пробовать пробиться в группу через квалификацию, что на практике задача заковыристая. А вот Португалии достанутся два железных места. Более того, напрямую, без отбора, не пройдут российские клубы и в групповые этапы Лиги Европы, а также третьего по рангу Еврокубка. Он как раз появится в том розыгрыше, для которого актуальна текущая таблица. Исполнительный директор профсоюза футболистов и тренеров России Владимир Леонченко о причинах поражения отечественных команд. С фиксацией самого факта краха и его последствий все просто. С определением, является ли он продолжением устойчивого тренда, чуть труднее. Но намеки на то, что является, под рукой. В прошлом десятилетии российские клубы ЦСКА в 2005 году и в «Зенит» в 2008 выигрывали Лигу Европы, а армейцы на рубеже десятилетий, в 2010, проникли в четвертьфинал Лиги чемпионов, подравшись на этой стадии с безумно сильным тогда и «Интером». В 2012 и 2014 годах тем же двум клубам доводилось сыграть в «Плей-офф» наиболее статусного Еврокубка. Дальше в Лиге чемпионов с российскими командами не происходило ничего хорошего, а поддерживали коэффициент они благодаря пристойным показателям в Лиге Европы – СМ. Справку – в первую очередь на групповой стадии. И предполагаемую границу между двумя этими эпохами прочертить несложно. Ровно пять лет назад произошла резкая девальвация рубля, по футболу ударившая больно-больно. Суммарные расходы российских клубов за пять лет до нее, по оценке «Трансфер-макт», составили 1,273 миллиарда суммарные расходы за пять лет после 772 миллионов, в полтора с гаком раза меньше. Аналогичного падения российских клубных коэффициентов, правда, довольно долго не происходило. Но обвал курса он ведь далеко не всегда плавный и предсказуемый. Евгений Федоков, Алексей Доспехов